Дивный Восток становится еще более дивным, четко привязывая себя к доллару. В зону евро ехать после посещения оного как-то не тянет. Ну нет желания платить за самую мелкую мелочь, еврик. Нет, и все. Здесь, в Таиланде, учитывая примерно то же соотношение рубля к бату, как и рубля в рупии, в течение всего отдыха чувствуешь себя человеком. Но о ценах попозже, хотя цена вопроса с вылетом типа в сезон дождей на двоих это 42 тысячи рублей на 11 дней. И в этой стране сидеть в отеле вы будете только за завтраком, потому как здесь просто необходимо путешествовать. Кстати, почему мы поехали не зимой, не в сезон типа туристический? Здесь все просто. Побывав в Индии мы узнали, что в начале лета, когда туристический поток ниже, и цены ниже, и честно говоря, летать из зимы в лето, а затем заболевать и мерзнуть, несколько достало. Вот почему Таиланд. И в сезон дождей. Хотя дождь мы видели только один раз ночью и один раз по дороге в Бангкок. Можно было с самого начала нас прессануть экономической составляющей нашей поездки. Но мы сделаем это, как всегда, в конце нашего повествования, которое будет прерываться многочисленными рекламно-музыкальными паузами. Ну, а я просто объясню. То есть все поездки были сделаны за мой личный счет. Что вы там не втирали кому-то, что мы за чей-то счет летали. Просто я все это дело финансировал, и мне было очень клево. И вернемся к вопросу. Почему в Таиланде сидеть на месте неохота? Просто изо всех стран это отличает строительной небольшой территорией, омываемым индийским и Тихим океаном, и обладает всеми прелестями субэкваториального климата с богатейшей флорой и фауной. А вот по промышленному развитию тут и говорить не приходится. И, наверное, есть здесь реально на все, что посмотреть. И животные – это не только собаки и кошки. Итак, берем, как всегда, такси на день, тыкаем по картинкам, и вот этот день по длине повествования растянется ни на одну минуту, это точно. Конечно, можно путешествовать, да и нужно путешествовать. Только вот ездить, допустим, в Турцию и в Египет, не то, что надоело, чего нет. Хорошо и удобно, да, с Магнитогорска вылететь. Но вы же созданы для того, чтобы путешествовать, посмотреть весь мир. Вот очередная страна, в которую мы приехали – это Таиланд. Поехали мы сюда, в сезон дождей. Но кто сказал, что здесь идет дождь? Здесь не дождя, здесь прекрасная погода, 32 градуса, и это в тени. И этот курортный сезон продолжается круглый год. То есть вы не ограничены только в зимнем, либо летнем отдыхе. И почему мы забыли Таиланд? Да, несколько дороговато, но это того стоит. И стоит путешествовать, вот, например, в Сальдораду и вместе с нами, в программе «Дом, милый дом». Не являясь ни биологом, ни флористом, я скажу, что поражает. Это количество растительности на единицу жизненного пространства. Причем и живности тут тоже хватает. Если в нашем зоопарке животные в одном экземпляре, то здесь посмотреть есть на что. И вы, и ваш ребенок будут как минимум поражены. Кстати, с большим количеством экземпляров можно реально сфотографироваться. За весьма скромный гонородрессировщику. Здесь вообще доступно все. А когда нет толп туристов, и становится еще и дивно комфортно. Но мы вам обещали музыкальную паузу. Она не в оригинальном сопровождении, потому что YouTube начал меня прессовать. А так, смотрите, это крокодиловая фирма. А паузу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, такого количества крокодилов на квадратный метр, честно говоря, видеть еще не приходилось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Делайте сами. Тайван, с моей точки зрения, совершенно незаслуженное, забытое направление Да, конечно, неприятно пытаться там ехать через Москву, но, в принципе, можно поехать и через Екатеринбург, и через Челябинск, наш любимый, ненаглядный, только с пересадкой в Ташкенте. И что бы хотелось сказать в окончании первой экскурсии. Действительно интересно. Действительно, время дождей, это, пожалуй, самое благодатное время. Действительно, немножко устали от путешествий сезона в сезонах, климата в климат. Но, когда в Магнитогорске 10 градусов тепла, здесь 32, и это только в тени. А что на Солнце творится? На Солнце качественный загар и море удовольствия. И, кстати, здесь все очень-очень дешево.